В необычных образах сильные женщины. Они работницы уголовной исполнительной системы Владимирской области. Здесь в новом амплуа себя пробует начальник канцелярии СИЗО, младший инспектор 10-й колонии, оператор отдела безопасности, словом, сотрудницы ведомства, для которых творческий конкурс в новинку. Потенциальные мисс УИС читают стихи, исполняют песни и танцы. Номера оценивает профессиональное жюри. Это представители общественных организаций, агентства красоты, артисты большой сцены. Каждый выставляет собственные оценки, но во главе угла умение презентовать себя зрителю. Они не находятся каждый день на публике, что они, может быть, не ходят в какие-то творческие кружки или не ходили. Конечно, может быть, я строго немножко оценивала именно творческий конкурс, так как, да, сам являюсь творческим человеком. Но в целом для меня было важно, чтобы они могли поделиться энергией со зрителями. То же самое главное вообще для артиста – это что? Делиться энергией со зрителем. Поэтому те, кто сегодня справился со своими нервами, конечно, получили от меня максимальный балл. Смогла справиться с эмоциями и хорошо выступить Анастасия Баринова. Она старший инспектор Муромского межмуниципального филиала Уголовной исполнительной инспекции. На службе уже 10 лет. Работает с теми, кому назначено альтернативное наказание лишению свободы. Осужденных она проверяет по месту жительства и работы. Таких подопечных у Анастасии порядка 80. В конкурсе МИСУИС она участвует впервые. Творческий конкурс для нее – самая сложная часть. Было немножко тяжело, потому что я уже давно не танцевала, не выступала на сцене. Было немножко тяжело, немножко страшно, немножко стеснительно, но я рада, что я это сделала. Пришлось пройти девушкам этап профессиональной подготовки. Он состоял из трех состязаний. Девушки сдали тестирование на знания нормативной базы, общей и ведомственной, а также зачет в комплексе силовых упражнений. А еще красавицы соревновались в меткости, стреляли из пистолета Макарова. За все это тоже выставлялись баллы. Их сумма в итоге дает значительную прибавку к оценкам жюри за творческий конкурс. Это, наверное, все-таки в целях эстетического и нравственного воспитания сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также представить сотрудницу в погонах, женщину в погонах, как человека, который проявляет различные качества. То есть у нас служба заключается не только в знаниях нормативной базы, но и огневая, профессиональная подготовка. Ну и вот видите, как заметили, во второй день здесь говорят, что мы не подозреваем, что в принципе наши женщины и девушки могут так творчески себя проявить. Всероссийский конкурс Мисс Уиз проходит уже в седьмой раз. Каждый год представлены на нем практически все учреждения региона. На дефиле 12 девушек, каждая из которых стремится стать победительницей. В итоге Мисс Уиз 2023 стала Анастасия Попкова, инспектор отдела кадров и работы с личным составом тюрьмы номер два. Теперь Анастасия примет участие в отборе на всероссийский этап конкурса Мисс Уиз. Из 86 девушек от каждого региона снова выберут 12. Кроме того, награды регионального уровня вручили за второе и третье место, а еще вручили приз зрительских симпатий. Но без наград и поощрений никто не остался. Лада Кочетова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».